На неделе жители значительной части планеты Земля и жители Приднестровья тоже наблюдали солнечное затмение. Хотя наблюдали это громко сказано. Тех, кто действительно смотрел вверх, было не так уж много. Большинство увидели затмение в экранах своих смартфонов, компьютеров и телевизоров. Там в экранах за космосом наблюдать гораздо удобнее, да и увидеть можно гораздо больше, чем просто подняв глаза к небу. Каждый день появляется масса новостей на космическую тему. На кого они рассчитаны? Интересуемся ли мы космосом или то, что происходит вокруг нас на грешной Земле, перекрывает свет далеких звезд? Об этом сюжет Юрия Зайца. О затмении 25 октября 2022 года уже появилась статья в Википедии. Частное, как говорят астрономы, или частичное, так чаще слышим мы. Затмение Солнца было видно в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Западной Сибири и на северо-востоке Африки. Новость о затмении на несколько часов затмила остальные события на планете. Жители стран, где увидеть затмение было невозможно, отслеживали его в интернете. Там вели стримы и прямые трансляции. Нам повезло. В Приднестровье пересечение в космическом пространстве двух светил можно было хорошо рассмотреть, но наблюдали за ним, кажется, лишь единицы. Затмение Солнечное наблюдали на днях было? Нет. А слышали про него? Угу. Наблюдали вот на днях было? Нет. Вы в курсе были? Нет. Затмение наблюдали Солнечное на днях было? Нет. Ну, видели. Это в соцсетях выписали. ТСВ. Что интересно? Ну да. Ну, мы видели видео, как там репортеры с таким смотрели. Солнечное затмение мы действительно наблюдали на крыше обсерватории в компании с директором астрономического центра Александром Выхристенко. Мы находимся на крыше госуниверситета. Вот здесь находится обсерватория под этим куполом, телескоп. Через него наши астрономы наблюдают за звездами. Сможем ли мы наблюдать затмение через телескоп? Да. Наблюдаем мы не только за звездами, но и за другими астрономическими явлениями. Безусловно, мы могли бы навестись, в том числе с нашим телескопом, на Солнце. Но для этого надо использовать специальный фильтр для объектива. Такие фильтры – это дорогое удовольствие. Поэтому оптику камеры и глаза мы защитили подручными средствами. Закопченным стеклом прикрываем объектив, а для глаз подойдет компакт-диск. Можно использовать вот такие CD-диски. На крайний случай, потому что не у всех есть. Мне казалось, что они непрозрачные. Нет, на самом деле они очень даже прозрачные. Только желательно использовать новые еще, неиспользуемые, без надписи. И тем не менее, через него прекрасно. Вот, кстати говоря, краешек Солнца стал уже покрываться Луной. Край Солнца начала заслонять Луна, постепенно перекрывая красный огненный шар. Астрономы рассчитали, в какой точке земного шара Луна максимально затмит Солнце. Это происходило в Ханты-Мансийском автономном округе России, в районе Нижневартовска. Там от Солнца осталась лишь небольшая полоска. Почти 85% перекрыла Луна. У нас в пик затмения за Луну спряталась примерно половина Солнца. Но на самом интересном моменте затмения затмили тучи. Ну что, счастье было недолгим. Буквально минут 10 мы посмотрели солнечное затмение. Но тут случилось и другое затмение. Туча затмила наши оба небесных тела. И теперь, не знаю, что будем ждать. Как думаете, успеем досмотреть? Ну и в древности, да еще и в наше время наблюдения астрономические очень сильно зависят от погоды. Во-первых, это прежде всего погода в небесах. Ну вот как-то обидно, да? Тем не менее, все-таки нам улыбнулась удача. И мы начало затмения смогли понаблюдать. Раз в 18 лет земляне могут наблюдать почти точную копию такого затмения, как было во вторник. Астрономы называют это повторением через Сарас. Следующее такое затмение произойдет 4 ноября 2040 года. А вообще-то солнечные затмения на Земле происходят регулярно. Каждый год до двух, до четырех раз. И столько же случается лунных затмений. Солнечные затмения позволяют ученым лучше рассмотреть солнечную корону и больше узнать о Солнце. Это позволяет очень детально сфотографировать, изучать вот эти бурные активные процессы. Потому что Солнце — это термоядерный реактор. Идет огромный выброс энергии. Светимость Солнца колоссальная. Но, скажем так, каждую секунду в виде солнечного ветра, то есть потока заряженных частиц, и в виде фотонов, каждую секунду Солнце худеет на 100 тысяч тонн. Но для него с массой 10, там, 33 степени, то есть 33 нуля после единички, да, это незначительно. На днях космическое агентство НАСА опубликовало снимок улыбающегося Солнца. Там объяснили, что рот и глаза — это корональные дыры, которые временно появились от порывов солнечного ветра. А эти снимки сделал телескоп Джеймс Уэбб. Самый большой в мире телескоп заснял с толпы творения. Расположены они примерно в 7 тысячах световых лет от Земли. Эти трехмерные скалы в космосе из холодного межзвездного газа и пыли по сути будущие звезды, только пока они еще на стадии зарождения. Такие снимки и открытия астрономов вызвали новую волну интереса к космосу. Помните, как в 60-е радиолюбители пытались поймать сигналы первых космонавтов? Гагаринское училище в Тирасполе потому так и назвали. Ребята первыми приняли сигнал корабля Юрия Гагарина. Сейчас люди следят за пролетом спутников Старлинка Илона Маска на специальном сайте, а звездное небо изучают по приложениям в телефоне. Таким как Стеллариум включил геолокацию, навел на небо, «Переносной планетарий всегда с тобой». И хотя за затмением в Приднестровье следили немногие, тема космоса нашим людям небезразлична. Ну там, когда какие-то новости про черные дыры, там, знаете, типа последние события, что там изучают в космосе, это интересно. Особенно строение галактик и даже их химические составы. Звезды и, наверное, какие-то земли, которые мы не знаем. В космосе можно встретить жизнь. Есть много научных теорий, что уже инопланетяны есть среди нас. Есть ли там другая жизнь? Размеры, наверное, космос, вот насколько это все огромное. Насколько это вообще, есть ли какой-то там конец, наверное. Или прям вообще оно необъятное. И что там вообще? Тему затмений любят обсуждать астрологи. С затмениями они связывают события, происходящие на планете. Тем более сейчас. Начался самый напряженный астрологический период 2020 года. Коридор осенних затмений. Он продлится до 8 ноября. Завершится лунным затмением в знаке Тельца. Астрологи рекомендуют в этот период не затевать масштабные дела. Иначе они плохо закончатся. Астрономы же верят цифрам и математическим расчетам. Давайте сделаем наоборот. Так, как это положено делать в науке. Мы наоборот на эту череду катаклизмов наложим астрономические явления. И тогда можно утверждать совершенно наоборот. То есть, да, гороскопы можно читать в конце недели, когда уже все прошло. Прошло чуть больше 60 лет с тех пор, как человек начал осваивать космос. Этот промежуток времени в космическом измерении – пылинка. Но за это время человечество сделало множество открытий. В космосе уже снимают кино и вовсю отправляют туда туристов. Трудно представить, чего добьются люди в космосе в следующие 60 лет. Юрий Заяц, Александр Зелинский и Леонид Мостак. Отражение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова